Всем привет! 22 апреля 2021 года, нахожусь на улице Мопро. Вот там общежитие, по-моему, глухих, так называемое. Слегка виднеется. И почта. Здесь магазинчики. За этим домом общежитие иностранных студентов, в том числе, которые учатся в пединституте. Вот этот дом. Раньше здесь размещался институт труда, насколько я помню. Старый дом такой. А сейчас магазинчики тоже. Общежитие студенческое. Иностранное даже. Потому что там иностранцы. Афроамериканцы, так сказать. Видел я их. Развитых национальностей инородов. А вот это дом, пенсионный фонд. Огромный. Огромный такой пенсионный фонд. У меня вопрос ко всем работникам пенсионного фонда. Как так, что у мужчин сроку выхода на пенсию 65 лет, а средняя продолжительность жизни по Орлу. Лично считал на Троицком фладбище 64,5 года. У женщин 72,5. Им полегче. Как можно вообще делать такую пенсионную систему, при которой человек до пенсионного возраста в среднем не доживает? Для меня огромный вопрос. И неразрешимый, по-моему. Ожидаемая продолжительность жизни не имеет ничего общего с реальной средней продолжительностью жизни. А кому интересно за мной пересчитать, пожалуйста. Просто сходите на кладбище, посчитайте, поделите. И все будет вам ясно, что мужчины у нас до 65-летнего возраста не доживают в России. Поэтому пенсионные дно заплатить смысла им никакого нет. Вот такой дом. Бывший институт труда. Улица Мопра. Это улица Комсомольская. Там выше, по ландшафту, остановка Трансмаш, магазин Мелодия, автосельмаш. Если, опять же, вверх по ландшафту, по улице Мопра пойти вот в ту сторону, там слева как раз будет Крестительское кладбище. Я думаю, там продолжительность жизни еще хуже. Троицкая все-таки как бы советский район. На Крестительское, наверное, в заводском районе мужчины еще меньше живут, чем в советском, если в среднем посчитать. Ну, про деревни я уж не говорю. Там, наверное, и 58-59 лет, а то и меньше. Поэтому, уважаемые представители пенсионного фонда, я не знаю, что вам сказать литературным языком. Несправедливо вы поступаете, наплачивая пенсию мужчинам только с 65 лет. Потому что до нее они не доживают. В отличие от женщин. Там у нас установка Чайка был, когда-то магазин Чайка такой. Это общежитие пенсионного института. Сейчас это ОГУ. И справа тоже ОГУ. За сквером комсомольцев. Вот справа здание находится, что еще сказать, комсомольская площадь. Называется комсомольский сквер комсомольцев. Памятник комсомольцам. Улица Комсомольская. Улица МОПРа. Международной организацией помощи рабочим. А, помощи революционерам. МОПР. Международная организация помощи революционерам. Вот. Такое информативное видео. С размышлениями о пенсионном фондестве. Спасибо вам за просмотры. Подписывайтесь на канал Дмитрий из Орла. Всего вам доброго. Живите долго и счастливо. И вы, дорогие работники пенсионного фонда, тоже. Постарайтесь все-таки быть более справедливыми в отношении к тем, на кого вы, по сути, и должны работать. Тем, кто платит взносы на вашу зарплату в том числе. Хотел бы иметь возможность пожить немножко после выхода на пенсию. А не сразу. А то свет. А то обман получается. Серьезно. Спасибо. Спасибо.